Все уроки сейчас у школьников проходят в одном закрепленном за ними кабинете, куда и возвращалась после перемены Аня, когда потеряла сознание. Этот момент запечатлила камера видеонаблюдения. У нас большое горе. Мы выражаем соболезнования семье. У Ани остался маленький братик, которого она очень любила. Смерть ее наступила внезапно. Это произошло в школе, на перемене, на четвертом этаже. Смерть ее наступила внезапно. Причины ее медики будут устанавливать. Своей стороны, конечно, мы окажем всю помощь, какую только можем, семье. Аня не имела, насколько нам известно, хронических заболеваний. Она ходила в обычную группу занятий физкультурой. С родителями и одноклассниками, которые стали свидетелями трагедии, сейчас работают психологи. Буквально через 20 минут от происшедшего я лично была на месте этой страшной, жуткой трагедии. Конечно, это страшно, когда дети в таком возрасте умирают. Я хочу выразить свои соболезнования, как руководитель департамента образования, и как маму тоже. Выразить всей семье, родителям. Ни в коем случае мы не оставим без помощи и семью, и школу. На место происшествия сразу выехали следственные органы, прокурор города, заместитель прокурора области, комиссия по делам несовершеннолетних и представители администрации Ленинского района. Причину случившегося предстоит установить медикам. Что касается педагогического коллектива учебного заведения и сотрудников департамента образования, то они сейчас плотно сотрудничают со следствием. Елена Малютина, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Продолжение следует...